Я хочу сегодня поговорить из священных писаний. Вообще мы в Каббалат-Шаббат много не изучаем священные писания, но я пользуюсь случаем, что меня давно не было, и какие-то вещи накопились, я очень хотел поговорить о них. И это будет связано, во-первых, с той неделей, в которую мы живем, когда весь мир исполняет Рождество. Вы знаете, я к Рождеству отношусь очень прохладно. Я не верю, что Ещуа родился в это время. Я по писаниям вижу, что он родился где-то в сентябре, в октябре месяце, на праздник Суккот. Но, наверное, корейцам было бы приятно это услышать. По-корейски это Рождество. Знаете почему? Потому что у корейцев в паспорте не стоит дата их рождения, а стоит дата их зачатия. Ну так у них, я не знаю почему, но это мне корейцы много раз говорили. Так вот, если вы к сентябрю или к октябрю, точнее, от сентября или от октября отнимете 9 месяцев, то это как раз попадает как раз на Крисмас. Поэтому по-корейски это Мерый Крисмас, но это не по-еврейски. Но с другой стороны, я ни в коем случае не хочу молить событие, что Сын дан нам, и владычество на раменах Его, и назовут Его Пеле Юэт Авиа Цар Шалом, чудесный, сильный, Бог мира, Бог справедливости. И вы знаете, сегодня недельное чтение, оно так круто поддерживает вот эту вот весть, что Сын дан нам, но давайте по порядку. Меня начинает грузить эхо, правильно? Снимите эхо, пожалуйста. Я помолюсь. Небесный Отец, я благодарю Тебя за то, что у нас есть возможность сегодня, в Эрн Шаббат, рассуждать о Твоем Слове. И я молю Тебя, чтобы Слово, которое я сейчас буду читать из Библии, из Вященных Писаний, могло прикасаться к нам, совершая чудеса. Аминь. Может быть, несколько объявлений. Первое. В решенном вешении, в воскресенье и понедельник, мы еще раз отменяем Хайский теологический институт. Только через неделю его начнем. Я прошу всю общину постараться приходить. На прошлой неделе, не на этой, а на той неделе, которая была, с общины было 6-7 человек. Немножко жаль. Потому что я хочу к общине давать учение, а община не присутствует. Поэтому, пожалуйста, услышьте меня. Вторая вещь. Семейный семинар. Мы... Какого это числа? 30, 31 и 1 февраля. 30, 31 января и 1 февраля. Семьи, пожалуйста, записываться в обязательном порядке. К Лене, у кого есть какие-то вопросы, звоните напрямую мне. Мы решим эти вопросы. Я очень хочу, чтобы мы могли с семьями общины провести хорошее время вместе. Для тех, кто еще не женат, мы разговариваем, планируем для вас тоже семинар выездной со всеми делами. Так что это будет в каком-то будущем. Я что-то забыл сказать? Дим, нету каких-то других объявлений? Молитвенные дни, все как обычно в расписании у нас стоит и есть. Сегодня я буду давать небольшую, коротенькую проповедь из недельного чтения. Но, как я уже сказал, это будет в формате того, что по всему миру повсеместно празднует Рождество Ишуа. К сожалению, не всегда понимают, что празднуют, для чего празднуют. Но мы сейчас будем смотреть положительную сторону момента. Сегодня читается недельное чтение Ваера. Ваера. И это из книги Исход. И начинается словами «И сказал Господь Моше». Можно высветить? Сейчас скажу вам. Шестая глава. Шестая глава. С первого стиха. Высвети, пожалуйста. «И сказал Господь Моше, теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. Подействую руки крепкой». Он отпустит их. «Подействую руки крепкой, даже выгонит их из земли своей». И говорит Бог Моше и сказал ему, «Я Господь». «Являлся я Аврааму и Схаку и Якову с именем Бог Всемогущий, а с именем Моим Господь не открылся им. И я поставил завет Мой с ними, чтобы дать им землю хананскую, землю странствования их, в которой они странствовали». Иврит, конечно, здесь в данных стихах намного богаче. И здесь есть такие слова. Это перед тем, как Бог начинает сокрушать власть Египта. И он говорит с Моше, влагая в Моше дополнительное откровение. Еврейский народ уже имел откровение о Боге. Еврейский народ уже знал Бога. Бог разговаривал с Авраамом, с патриархами. Хочу всем заметить, что эти слова, которые Бог говорил нашим праотцам, это не просто слова. Это вещи, которые записываются в гены. И они в наших генах текут. Хотим мы или этого не хотим. Только должен быть какой-то маленький катализатор, который пробуждает их. Иногда люди, которые потеряли свое еврейство, вдруг им начинают говорить духовные вещи, и этот катализатор срабатывает. И у человека просто происходит обращение. Я знаю, с некоторыми из нас такое случилось. Я уверен, что это будет срабатывать еще много-много раз в таких пропорциях, которых мы даже не ожидаем. Потому что когда Писание говорит, вся земля наполнится Словом Божьим, можно подразумевать, что это вся земля, но можно больше подразумевать, что это земля Израиля. А почему она им наполнится? Потому что Бог включит какие-то моменты в нас. И вдруг когда Господь разговаривал с тобой когда-то. И мы знаем, что со времен Вавилона тьма опустилась на землю. Кто помнит, что было при Вавилоне? Мы учили про это. Смещение языков, тьма, люди потеряли ориентиры. И мы считаем в Писании, что Господь избирает Авраама, потом Ицхака и Якова, и через них созидает народ. И в этом народе он открывается как Бог. давая себе определенное имя. Кто-то помнит, с каким именем Бог разговаривал с Авраамом, Ицхаком и Яковом? Кто-то помнит? Эл-Шадай и Эл-Элион. Были два имени, которые Господь постоянно использует, чтобы обозначать себя для Авраама. Эл-Шадай. Кто знает, как переводится слово Эл-Шадай? Шедай. Не совсем кормящий. Шедай, достаточный. Дай, есть такое наивысит слово, это не от слова шедай, это от слова шедай, достаточности. Но, если вы переведете иначе, не страшно, но, это Бог, которого достаточно. И мы можем понять, в каком формате это подавалось в те дни. Авраам, шейх маленького племени, вокруг полным-полно подобных шейхов. Каждый со своим Богом, со своим идолом, со своим верованием, со своим этим. У Авраама определенный стандарт. И мы видим, как Авраам усиливается со своим Богом. И люди говорят, вау, этот человек пришел непонятно откуда-то, из Арама. Он пришел сюда, и здесь вдруг усилился до такой степени, благодаря тому, что его божество его поддерживало. Во времена Авраама, что только над ним был этот Бог, было достаточно. Но вот, когда наступает период Моше, Бог раскрывается ему в другом имени. И на прожекторе высвечивали сейчас эти из 6 главы первой стихи, он говорит, с именем моим Бог всемогущий или Эль-Шадай я открылся Аврааму, но с именем Господь я открываюсь тебе. Кто-то знает, какое слово там написано Я Господь Бог всемогущий? Тетраграммофон, тетраграмматон, Юд-Гей-Вав-Гей. Толком непонятно, как прочитать эти имена, как эти буквы прочитать. На самом деле, в еврейской традиции существовала культура, как их читать, но это было сложно, и это имя, четырехбуквенное имя, по традиции, то, что мы сейчас читаем в разных источниках, передавалось только от отца к сыну в семье первосвященника. И то, это имя могли повторять священники своим детям раз в семь лет. А чаще использовали другое, тридцати двухбуквенное имя, которое очень сложно тоже, но менее сложно, чем это. Почему? Это немножко такая мистика, я в нее вдаваться не хочу, но Моисею Бог открывает свое четырехбуквенное имя, говоря, ты знаешь, сейчас, если я для Абраама, Ицхака и Якова был достаточным, потому что я выразил свое желание к ним, то теперь вы будете меня призывать в том образе, в котором я вам нужен. Я сейчас поясню. Это немножко более качественный уровень другой. Когда ребенок рождается, вот я сейчас могу на живом примере вам рассказать, то у ребенка он плачет только по двум причинам. Или он хочет кушать, или он хочет какать. Больше он по никаким причинам не плачет. И мама всегда знает, что ему нужно дать. Или кормежку, или поменять ему титули. И все. Но когда ребенок начинает расти, и чем взрослее мы становимся, тем более осознанные у нас становятся желания. И вдруг мы уже становимся людьми, которые желают чего-то. Бог говорит Муше, на заре еврейского народа, несмотря на то, что праотцы были невероятной веры, им просто не нужно было дополнительное откровение. Эль Шадай было достаточно. Но сейчас вы приходите в момент, когда вы взрослеете. И вам нужно будет определяться со мною в соответствии с вашими желаниями. Это дает больше возможностей, но это дает намного больше ответственности. Улавливаете момент? И вот коренной перелом Египет. Люди начинают чувствовать себя рабами. То есть, мало того, что они чувствуют себя физическими рабами, они чувствуют, что они духовно поработились. И Писание использует очень интересное слово Авадим Гаину. Эвет. Не от слова работать. Все знают слово Авуда работа. В иврите Эвет и Авадим Аину рабами мы стали. Рабами мы стали. В современном иврите слово Авуда переводится как работа. Но на самом деле Авуда это не совсем работа. Авада и слово Эвет кто знает что значит слово Эвет? Раб. Они взаимосвязаны. В библейском языке кто знает как слово Авуда обозначается? Малаха. Иди делай свою малаху. То есть когда тебе платят деньги или как-то рассчитываются с тобою и ты работаешь то ты исполняешь малаху какую-то работу. А в Египте наш народ деградировал в плане принадлежности к патриархии. Авраам Ицхак Яков любой мог сказать Чиевы они могли сказать Эль Шадая в Египте наши люди потеряли эту ориентацию и они уже могли назваться мы народ Израиля который уже почти ассимилировался в Египте и прочее прочее и вот Бог говорит Моше мое имя я есть мсущий правильнее перевести буду открываться вам в той сущности в которой вы нуждаетесь но только вы должны востребовать меня кстати для нас очень сильно актуально очень часто мы не получаем ответы на какие-то вещи мы иногда не можем просто смоделировать наш запрос мы не получаем писание говорит потому что не просит знаете есть такая бдиха такая шутка как ангелы говорят творцу творец вон там хаем и он молится уже столько лет чтобы выиграть в лото в лотерею а ты ему не даешь никогда выигрыша и Бог отвечает я говорить бы ответил но он же никогда не покупает лотерейный билет то есть очень часто мы не выражаем того чего мы хотим потому что у нас сбитые ориентиры и Бог хочет чтобы мы могли обдумать я сейчас говорю к нам чего же мне не хватает и вот утверждение из книги исход ибо возопил твой народ ко мне говоря мы стали рабами это вот как раз когда люди вдруг начинают осознавать мы в рабстве Бог спаси нас обади монахну тишахрерутан и написано в писании потом в последующих главах мы читаем пришел Бог и спас выкупил и избавил свой народ из рабства египетского кто знает какое слово на иврите вы сейчас увидите одну интересную вещь думаю не все ее знали даже много лет верующие называется выкупить на иврите пидеон правильно поде выкупить и на иврите когда часто про еще поют пишут гуэль выкупающий что такое выкупить что такое выкупить допустим у тебя есть какая-то вещь которая очень понравилась мне я прихожу к тебе и говорю слушай продай мне мы поторговались помните эту историю про слона более как-то рассказывалось за нас поторговались я плачу тебе деньги и ты говоришь ну все деньги я получил слон теперь твой а ты ему говоришь знаешь друг мне нет где его держать пока подержи его немножко у себя дома поде это когда ты уже выкуплен когда ты уже принадлежишь другому но еще не у него в хозяйстве находишься это если я хочу купить вот кто-то по интернету покупал когда-нибудь какие-то вещи покупали правильно то есть ты уже деньги заплатил но еще не получил и вот поде это то что ты уже заплатил но еще не получил и бог пода выкупил израильский народ давно хотя это выкупление оно сопровождало целыми рядами событий это было во времена Авраама когда там какие-то жертвоприношения были когда обеты какие-то господь говорил вы мои это случилось в Египте когда резали баранов мы помним когда израильский народ вышел из Египта на три дня служения помните было такое выйдите на три дня служения мне там произошел педион но избавление вывести это был следующий шаг кто знает как на иврите звучит слово избавитель избавитель гоэль геула постоянно мы слышим на иврите эти слова так вот что случилось там во время Песоха во время Песоха случилось две вещи случился педион выкуп окончательный выкуп и геула избавил бог народ народ свой из печи египта педион вегеула вы знаете сегодня очень многие израильтяне евреи которые очень даже арунаксально очень хорошо понимают священное писание у них есть большой вопрос с ешуа и многие есть такие которые просто ярые против ешуа а есть которые не очень-то и против но они говорят такую вещь вот вы называете ешуа гоэль а вальмагиулу не видим мы не видим избавления мы не видим что то что вокруг нас говорит о том что все в мире уже гармонично и хорошо и это потому что многие из нас не могут выразить то что сделал ешуа ешуа когда пришел и умер и воскрес он совершил педион выкуп он заплатил за нас геула случится когда сами ответьте мне когда он вернется чтобы трансформировать все совершиться и избавление когда вот этот мир он отторнет от себя греховное примет от бога силу и переобразить переобразиться вот тогда наступит полная геула но многие из этих проектов из этих вещей они не проходят вот так иногда это берет целый промежуток времени так вот вы откроете меня в том образе в котором я вам нужен очень интересно что когда ешуа приходит то до его рождения ангел говорит о нем он это тот который юшия это амо который спасет избавит народ свой который будет поде который выкупит свой народ и избавит я хочу немножко изучить вот этот момент сейчас вместе с вами думаю некоторым будет полезно и интересно то есть он будет для вас из что значит имя ешуа о ешуа господь являет мне спасение то есть в нем бог являет мне спасение когда происходит момент все я созрел подобно как в рабстве египта я говорю я сейчас нуждаюсь он являет мне свое спасение но давайте сейчас немножко какие-то вещи чуть-чуть поподробнее помните момент это в следующем недельном чтении но я забегаю вперед хочу сказать 18-19 глава исхода народ Израиля стоит возле горы Синай и бог провозглашает 10 заповедей кто помнит эти слова после второй заповеди народ уже не очень хочет воспринимать потому что что-то там произошло когда-то Ефраим нам рассказал что же там могло произойти но там что-то случилось что народ был не в состоянии воспринимать слово потому что слова исходящие от господа просто сокрушали их еврейский медраж рассказывает что всякий раз когда бог говорил я есть люди падали и умирали и ангелы возвращались к богу и говорили господь день свадьба ты делаешь днем траура верни им жизнь и бог возвращал им жизнь это медраж рассказывает и израильтяне все вскакивали и в ужасе разбегались от горы синайской и ангелы должны были собирать их назад туда такое повторялось дважды это медраж может быть это не совсем так и было но интересно что апостол павел в послании галатам тоже ссылается на этот момент он ибо закон дан при ангелах при участии ангелов я сейчас не буду показывать вам это место но это место конкретно существует то есть мы не до конца знаем что там было но там ангелы были задействованы и вот вещь они говорят Моисей мы больше не в состоянии слышать голос сей ты поднимись на гору и разговаривай с господом и мы знаем что остальные восемь заповедей Моше воспринимает от господа и передает израильскому народу про это написано в Торе но в книге второзакония есть очень интересный текст второзакония 18 главе с 15 стиха написано так как ты просил у господа твоего при Хариве в день собрания говоря да не услышу впредь глаза господа бога моего и огня сего великого да не увижу более дабы мне не умереть или дабы мне не умирать то есть они умирали по всей видимости несколько раз мы не знаем это вот как раз это событие и дальше написано и сказал Господь следующий стих хорошо то что они говорили то есть слушайте интересная штука Господь обращается к Израилю они боятся воспринимать его слова и говорят мы не можем Муше ты иди говори и эти слова понравились Господу почему они понравились Господу потому что эти слова косвенно выражали что мы люди творения мы не можем стоять на одном уровне с тобою пошли нам какого-то посредника следующие стихи во второзаконии говорят открой пожалуйста 17 давить следующий стих и сказал мне Господь хорошо что они говорили тебе это следующий стих я воздвигну им пророка из среды братьев их такого же как ты и вложу слова мои в уста его спасибо и он будет говорить им все что я повелю ему следующий стих а кто не послушает слов моих которые пророк тот будет говорить моим именем с того я взыщу сейчас кто знаком с этим текстом про кого этот текст говорит про Ишуа про Машеха что народ тогда по сути выразил желание творец у нас есть четкое желание мы не хотим в очередной раз умирать от слышания твоих слов пошли нам посредника пошли нам того который трансформирует всю эту мощь в что-то удобоваримое для человека поэтому Павел потом по всей видимости комментируя как раз вот это вот недельное чтение говорит следующие слова ибо в нем обитала вся полнота божества телесно то есть та полнота вдруг могла передаться человеку и не разрушить а если учитываем что вокруг Синая стояло много миллионов людей они там все умерли и потом нужно было их воскрешать а потом еще раз и еще раз помидражу то этого не нужно делать приходит Ешуа чтобы явить нам в начале Педеон выкупить нас и в грядущие дни избавить нас но здесь есть несколько интересных вещей связанных с Машиахом хотел про них сказать все-таки рождественская неделя и важно знать в кого мы верим вы знаете в Израиле из-за вот этих стихов из-за вот этих стихов которые мы сейчас читали пророка воздвигнула всегда было ожидание Машиаха скажите вот кто из вас что знает какого Машиаха евреи всегда ожидали что для них был Машиах царь хорошо то есть тот который установит власть Израиля и по крайней мере сделает несколько вещей сделает Израиль не хвостом а головою а что такое быть головою это политически финансово военно быть свободными от любой независимости от любой зависимости правильно еще кого ожидали что сделает Машиах это до сегодняшнего дня все актуально сегодня если спросите таких харизматических ортодоксов не 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 консервативных ортодоксов потому что консервативные ортодоксы скажут просто он придет и столкует нам тору а вот если вы спросите харизматических ортодоксов типа любавических хасидов или бресловских хасидов они скажут вам это будет царь это будет тот который вдохнет новую жизнь в Израиль который раскроет мир грядущий для Израиля я говорю про харизматических он принесет геулу слушайте сегодня если вы почитаете хабаднические любавические хасидов аль-монахи они говорят что Минахем Шнеерсон знаете про кого я говорю умер и вернется какое-то время неся нам что геула избавление это чистая копировка того что Новый Завет говорит про нашего Машеха но это вещи которые народ ожидает от Мессии то есть первое царя правильно сказали второе он воплотит для Израиля элемент который записан в Писаниях этот элемент можно назвать так в Исаии в 60 главе написано по-моему 20 стих там написано весь мой народ праведные наследуют землю образно что эти слова знают этот Машех принесет оправдание потому что в другом месте написано ибо Господь Адонай Титкатейну Еремияю так говорит пророк Еремия он принесет оправдание а наследуют землю в формате того о чем там говорится это говорится о вечности это говорится что это будет элемент когда тления больше нету кстати это объясняет почему в Торе практически нет слов связанных с воскресением из мертвых помните была ссора между саддукеями и фарисеями кто помнит на чем она основывалась те говорили нету воскресения мертвых а эти говорились но мы знаем что саддукеи это была номинализированная номинальная группа они были формалисты они знали хорошо писания но они были ну как бы для них было писание как конституция для юриста как их будешь крутить так и будешь управлять так и будешь зарабатывать фарисеи в отличие от них очень они были как харизматы они верили в писание и одним из ключевых моментов писания для них было понимание что в один день Бог оправдает и оправданные будут в вечности наследовать землю то есть воскресение из мертвых так вот в еврейском понятии Машех это был не только царь который даст Израилю физическую мощь это будет тот который даст оправдание и который будет каким-то образом это не было понятно каким образом но он будет ключом к воскресению из мертвых к какому-то воскресению это была обыденная вещь харизматы того времени так подразумевали я могу назвать одного из харизматов того времени это была Мария она сестра же Лазаря помните ее помните еще идет и успокаивает ее и говорит или это Марфа была не помню Марфа не бойся говорит все будет хорошо воскреснет брат свой что она ему отвечает знаю господи конечно воскреснет в день он и мы первый раз встречаем что израильтянин вдруг какие-то слова про воскресение говорит открытым текстом про это не говорили про это знали все это ну кто был харизматом хотя бы немного это была настолько ясная доктрина что про нее бла-бла-бла не нужно было говорить то есть Машия это который дает физическое царство но который дает оправдание и воскресение это были ожидаемые элементы еще это тоже было ожидаемо что Машия что-то сделает с язычниками и хоть многие израильтяне того времени плевались на язычников и говорили так же как и в свое время отойдите от меня делающие собаками их называют помните отойди не положено давать псам крошки которые падают с этого но это не значит что просто напрочь отрицали их все-таки в Исаии есть такие слова 49 глава Исаии 6 стих Давид можно высветить Исаия 49 глава 6 стих Мало того что ты будешь рабом им для восстановления колен Израилю и для возвращения остатков Израиля но я сделаю тебя светом как читаем слово народы Гоим что такое свет не Гоим свет от слова просвещение когда человек был во тьме а стал знать что куда он идет и это называется какая-то благодать вот как минимум вот эти три вещи как минимум эти три вещи в Израиле подразумевались для Машеха но Новый Завет принес определенные сюрпризы какие сюрпризы первое безусловно эти три штуки которые мы только что назвали они абсолютно актуальны для Ишуа абсолютно актуальны для Ишуа только мы должны учитывать что такие процессы как Геула избавление это иногда берет формат времени и нам нужно просто терпеливо ждать с другой стороны мы знаем что тех кто пережил встречу с ним пережили встречу с грядущим миром и это живет в нас и мы знаем что что-то там внутри нас по откровению живет и это внутри нас оно это воскресение павел на эту тему очень четко говорит воскресение из мертвых оно там внутри благодаря вере в Ишуа из-за этого иной раз мы можем испотакнуться и упасть и совершить какую-то вещь но из-за того что там внутри живет дух божий мы имеем способность покаяться и вернуться только главное не пренебрегать этим иногда люди грешат произвольно переступают какой-то гвуль какую-то границу и Роха Кодыш отставляет их поэтому Новый Завет очень четко говорит что не оскорбите святой дух помните это не значит прогоните его нет это когда мы произвольно грешим на каком-то этапе наша совесть становится как дерево и что ты не говоришь что с ней не случается она тебя не чувствует и ты просто не в состоянии покаяться поэтому я хочу сказать каждому из вас сидящим здесь возможно я же не знаю тебя кто мы друг друга не знаем но возможно ты ходишь где-то по острию и ты чувствуешь что что-то не того но тебе лень сделать какие-то шаги назад обратиться аккуратно будь с этим потому что у каждого есть свой рубеж перешагнул рубеж потом не можешь вернуться так вот когда еще пришел первое что все поняли те которые были с ним что момент политического физического царства это да его но не сейчас и он очень четко про это сказал царство мое на сегодняшний момент никоим образом не связано с тем что я установлю свой шельтон свою власть в Иерусалиме над всею землею но мое царство не от века сего второе он сказал я приношу вам мир грядущий если вы следуете за мною кстати вот эта фраза покайтесь и последуйте за мною она не значит что мы должны стоять постоянно на колене и умываться соплями в покаянии в те времена существовал такое выражение покайтесь и следуйте за мною кто-то из вас слышал такого человека был человек Иосиф Лавия кто-то читал может быть даже его книги иудейская война и там прочие иудейские древности помните так вот это записано это записано в истории Иосиф Лавия он сделался предателем еврейского народа в один момент поэтому его здесь не особенно любят хотя обращают внимание на то что он писал теперь когда он уже был римлян он понял я думаю он был из сегодняшней партии Авода или сегодняшней партии Мерец он понял он понял что вот этих в газе мы можем задавить а вот тех в Риме мы задавить не можем у нас силенки не хватит и это была оправданная мысль слушайте ну моська не кидается на слона потому что слон просто моську затопчет и он побывав там при римском императоре он понял лучше с ними договориться и он возвращается в Иудею и он говорит людям такие слова покайтесь и следуйте за мной что это значит примите образ моей мысли встаньте под мое руководство Ишу использует те же самые слова и он говорит вы хотите испытать благословение мира грядущего следуйте за мной это не обозначает что мы прямо каждый момент времени должны в соплях в покаянии стоять это не так но мы знаем наверняка я сейчас говорю тем людям которые из нас страдают различными проблемными грехами недоступное нам доступно ему то что мы не можем справиться он может справиться если мы говорим я хочу следовать за тобою сила господа каким-то образом начинает работать в нас и производить чудеса я пару недель назад с Левой вместе сидели шварму ели он мне рассказал как Бог его исцелил буквально за пару дней хотя у него состояние было не самое лучшее я ошибаюсь? нет каким образом это случилось? потому что он сказал я следую за ним некоторые говорят ой у меня было такое переживание я в соплях стоял там плакал то-то а другой говорит о значит я какой-то недоделанный у меня такого состояния никогда не было не было но и не надо главное чтобы ты следовал за ним это основная идея это основная идея а ты если плакал в соплях слава Богу что ты плакал в соплях у каждого свой путь но главное не переступить ту границу главное вовремя остановиться и сказать Господи я был как овца которая шла непонятно куда я вернусь еще в послании ефесянам апостол Павел три раза использует слово тайна всякий раз он использует слово тайна в отношении Машефа и я понимаю из послания Павла который был еврействе более иудейский чем я думаю все вместе взятые иудеи своего времени хоть многие евреи сегодня обвиняют апостола Павла что он разработал христианскую религию это чушь потому что он разработал концепцию для Гуим каким понять веру в Бога Израилева но в своем поведении и когда ты читаешь текст Павла он намного ортодоксальнее любого из самых крутых органистических авторитетов потому что он просто дышит дышит еврейством Израилем призванием Израиля и вот этот Павел который знал то что я пару минут назад сказал об ожиданиях еврейского народа в отношении Машеха и когда Машех пришел открыл ему еще какие-то дополнительные вещи он записал послание хоть это было послание Гуим в Ефес все же там он трижды поднимает вещи которые связаны с словом тайна первый раз он говорит про тайну таким образом это первая глава Ефесянам с 9 по 11 стих я хотел дать в шаббат легенький урок хаббалат шаббата получился не очень легенький чем богатый открыв нам тайну своей воли по своему благоволению которую он прежде положил в нем в мессии дальше дальше в устроении полноты времен дабы все небесное земное соединить под главою Машехом или Христом здесь написано это первая тайна я думаю я думаю евреи несущие в себе призвание от Господа быть проводниками исправления мира не знали не догадывались что Машеху положено не только этот физический мир изменить но стать соединяющим небеса и землю тут написано не нет следующий предыдущий стих десятый десятый стих здесь написано в устроении полноты времен дабы все небесное и земное соединить под главой Машехом что это такое если кто-то из вас пояснит мне я буду очень благодарен но это какая-то позиция в небесах и на земле мы говорим но мы этого же еще не видим вы знаете всякие свидетельства которые рассказывают об использовании имени Ишуа в каких-то духовных разборках говорят что в духовном мире его власть неоспорима когда изгоняют бесов помните эту ситуацию которая записана в деянии апостолов они изгоняли бесов именем Ишуа которого Павел исповедует и бесы ему сразу сказали этим людям Ишуа нам известен и Павел нам известен а кто такой ты а кто такие вы мы вас не знаем то есть его имя в духовных сферах оно имеет неоспоримую позицию я надеюсь что здесь среди нас немного бывших оккультистов но я слышал слова бывших оккультистов которые плавали в этих вещах из оккультизма очень тяжело вылазить потом есть последствующие эти вот избегайте оккультизма любого его образа и вида но бывшие оккультисты которых Бог помиловал и которые вышли со всего этой гадости они рассказывали что в тех духовных субстанциях имя Ишуа оно могло связать любую демоническую силу и это было даже более мощно чем когда Моисей стоял против волхвов фараона потому что ему подчинились все эти структуры и власти вот здесь мы читаем про это вторая тайна евреям было открыто что Бог хочет что-то сделать для язычников но чего Павел говорит это в 3 главе в Ефесянах написано 4 и 6 стих здесь написано читая то что я пишу вам вы можете разуметь мое разумение тайны мессии которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих но ныне открыто святым апостолам его и пророкам духом святым чтобы язычникам сонаследовать и составлять одно тело с Израилем разумеется то есть не евреи не стали евреями но определенные обеты которые Бог произнес Израилю не будешь хвостом будешь головою через Ешуа стали актуальны также для язычников это это факт это факт поэтому сегодня сегодня каждый из язычников который живет непонятно где в Усть-Урюпинске он веруя в Ешуа все равно становится под ту же самую команду которая покрыта крыльями Бога Всемогущего И очень интересно когда Ешуа рождается помните его мама ну это уже крыльздество и папа ну папа по паспорту только потому что Ешуа родился Мируха Кудыш так как ангел сказал Марии приносит его в Иерусалим кто как звали человек который встречает Симеон или Шимон на иврите Шимон был пророк и он берет на руки младенца Ешуа и говорит следующие слова кто помнит какие слова он сказал как да ныне отпускаешь потому что видели глаза мои что видели мои глаза нет нет там написано свет язычникам и славу народа твоего Израиля свет язычникам а Израилю свет не нужен был нет не нужен был почему потому что над ними уже было имя Господа Бога Израилева им нужна была слава что такое слава в библейском языке в библейском языке слава это внутреннее исцеление чтобы приобщить их обновить в них то что в их генах уже и так было заложено поэтому еще говорит следующие слова ты не то высвечиваешь нет 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 те слова записаны в Луке у Израиля уже было записано имя Господа там внутри но не отпали еще говорит я пришел кому больным к здоровому не пришел но кто был здоровым все времена даже Никодим который по всей видимости был здоровее здоровых все таки пришел к нему он был фарисейн был целенсовет он был человек умный духовный праведный он пришел и говорит ты имеешь глаголы мира грядущего Исайя повторяет говорит те же самые слова мы все совратились на свою дорогу то есть даже Израиль то есть Ишуа приходит чтобы обновить Израиль пробудить вот это призвание и с одной позиции поднять в славе на вторую есть такое выражение в писании от славы к славе поднять приблизить к Богу то что Ишуа делает к сожалению многие в Израиле этого не приняли но кто помнит здесь пару недель назад был Дэн Джастер помните и он говорил люди знаете вы живете сейчас в Израиль он нам показывал вот так вот пальцем и говорил вы имеете особенную привилегию потому что вы из числа Израиля но принявших славу может вы люди неименитые может вы не управляете здесь как Данклер Банком Мопоалим или как этот вот этими корпоратами может быть вы в глазах людей как совершенное ничто но вы имеете славу от него и в этой славе вы поставлены в позицию которая низводит небо на землю Израиля а свет к просвещению язычникам что это значит то что они находились во тьме пришел туда свет и они раньше с удовлетворением удовольствием даже скайпом определенным танцевали вокруг столба бия себя железной дубиной чтобы кровушка там закипала на спине и в их стазе поклонялись непонятно кому или как скоты совокуплялись в храме Астарты они вдруг покаялись и мораль пришла в их жизнь и глубина пришла в их жизнь и вера пришла в их жизнь это то что случилось благодаря тому что еще сделал благодаря тому что сила воскресения из мертвых воскресившая Машеха из мертвых действующая в нашем мире стала действовать вот в чем суть Рождества они в четкой дате 25 или какого-то декабря я вообще не верю в 25 декабря это был день самого короткого солнцестояния и как бы на следующий день рождения солнца по языческим обрядам ерунда какая-то которую просто навесили на уши язычникам чтобы подтянуть их к Иисусу Христу но забыли вещь что еще о Машех язычников берет и подтягивает к наследию Израиля без этого церковь просто космонавты с Марса или с Альфа Кентавра где это никто не знает где это это там где-то Третья тайна про которую посланники все нам говорят записано в конце пятой главы 31-32 стих это чистая мистика очень непонятная вещь тут написано посему оставит человек отца и мать своей и жене своей и будет двое одна плоть тайна сия велика я говорю по отношению к Ешуа и к верующим что здесь говорится я не очень понимаю если кто-то понимает поясните мне потом подозреваю что кстати кстати в еврейских кругах очень много говорится о книге песни песней Соломона которая книга я говорю к возлюбленному моему и это переводится не только как это я уверен что это было выражение любви царя к Шуламид земной женщине царя имеется ввиду Соломона и это классный образ для каждой семьи это классный образ для каждой семьи но в еврейских кругах этот текст истолковывается не только как песни Соломона к Шуламид а как таинство взаимосвязи Творца с народом Израиля и Павел здесь повторяет немножко более упрощенной позиции тайна сия подобна взаимоотношению сына Божьего и верующих какое-то проникновение когда ты действительно наполнен им это даже больше чем муж женой двое становятся одним плотью это как будто Бог пронизывает тебя наполняя всю твою внутренность загрузил да но ничего подумайте очень полезно думать так вот так вот мы через мы через момент хотим сделать Сеудата Аддон Вечерю Господню и это странная штука Вечеря Господня это страннейшая штука одни говорят вино превращается в кровь знаете кто говорит так да католики лютеране точнее не лютеране а протестанты из таких метабаптистов даже брали каплю капали на пол это было частью обряда чтобы показать что это вино остается в вино хотя слова говорят сия кровь моя что там на самом деле я не пойму но я расцениваю слова еще которые он сказал ешьте и пейте воспоминания обо мне то есть что я совершил для вас потом Павел раскрывает этот момент немного дальше и говорит когда сие мы делаем смерть Господню возвещаем доколе он что грядет то есть не только смерть его там вспоминаем но и грядущее геула избавление я воспринимаю я не хочу толковать что здесь во что превращается я только точно знаю что это заповедь а про заповеди священное писание очень четко говорит нам заповедь когда мы исполняем мы подчиняемся Господу без больших головоломок в туре написано сделаем и будем послушны помните сначала сделаем потом поймем сначала сделаем после попытаемся докопаться я хотел бы чтобы мы сделали сейчас хлебопреломление но на базе того что я вам рассказал для чего апостол Петр в своем втором послании говорит такие слова что когда мы пошли за ним на разных этапах нашей жизни случается что-то что наполняет нас божественным естеством мы люди он творец но я только что прочитал тайну тайна себя велика проникновение как муж с женой становятся одним телом когда мы вкушаем от вечери что-то там внутри нас становится это что-то может нас воскресить но Павел говорит интересные слова я сейчас хочу чтобы вы услышали он говорит когда вы принимаете вечерин делайте это очень осмотрительно потому что люди которые не рассуждают о теле господа и о крови господа могут умереть заболеть и умереть что значит не рассуждают вы знаете не буду много толковать на эту тему но в большой мере это люди которые сейчас знают что они отступили они очень хотят но они отступили и что-то удерживает их от покаяния так вот в сегодняшнем формате не только что Рождество в мире празднуем не то что книга исхода мы читаем а еще мы приближаемся через пару дней к чему к Новому году это тоже очень полезно войти в 2014 у нас как бы привилегия мы дважды в году вступаем в Новый год ну некоторые из нас трижды кто в Корею иногда ездит а некоторые четырежды кто еще в Китай ездит а некоторые пять раз кто в Японию то есть но мы здесь на нашем континенте минимум два раза это всегда здорово войти туда позволив ему очистить тем более что мы знаем кто он теперь немножко лучше он подал там искупил нас мы ожидаем его возвращения чтобы он подобно как из Египта Бог вывел Израиль извел окна в том случае Израиль был выведен из Египта в этом случае Египет будет полностью выведен из нас мир будет падше выведен из этого мира и написано небеса свернутся и здесь восстановится что-то совершенно другое текун я про эту тему много говорю исправление восстановление но наша роль сейчас чтобы зарядиться от Творца и сказать Господи во-первых выправи мое сердце помоги мне быть человеком добрым прощающим помоги мне быть верующим ревностным может я подослаб может быть я начал компромисс с этим миром помоги мне Господи и укрепи мою веру вот это вот важные вещи я предлагаю сейчас можно попросить еще немножко ширли хотя бы так что-то нежное на скрипке поиграть можно и на пианино раме такое а мы немножко посидим просто посидим и дадим Святому Духу поработать в нас чтобы мы могли принять вечерю знаете как я хочу прикоснуться и внутрь принять естество от Господа давайте мы возьмем пару минут а мы пока с Димой принесем сюда все и потом мы сделаем благословение я прочитаю стихи из Исаии 53 главы буду читать их так чтобы было понятнее И очень хочу предложить каждому из нас воспринять эти слова для себя очень хотелось бы чтобы вот эта Сеуда которую мы сейчас примем могла действовать на нас наполняя нас природой Господа и чтобы это передавалось через нас дальше нашим супругам нашим детям нашим близким Господи кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня ибо Он зашел пред Ним как отпрыст как росток из сухой земли нет в нем ни вида ни величия и мы видели Его и емало в нем вида который бы привлекал нас к Нему Он был презренный умолен перед людьми муж скорбей изведавший болезни и мы отвращали от Него лицо свое Он был презираем и мы ни во что не ставили Его но Он взял на Себя наши немощи понес наши болезни а мы думали что Он был поражаем наказуем и уничижен Богом но Он изрезрен был за грехи наши и мучим за беззакония наши наказание мира нашего было на нем и ранами его выстелились всеми блуждали как овцы собратились тяжело свою дорогу и Господь возложил на него грехи всех нас Он истязуем был но страдал добровольно и не открывал уст своих как овца веден был он на заклание и как агнет перед стригущим его безгласия так он не отверзал уст своих от узи суда он был взят но род его кто изъяснит тайна ибо он отторгнут от земли живых за преступление народа моего претерпел казнь ему назначили гроб со злодеями но он погребен у богатого потому что не сделал греха и не было лжи в устах его но господу угодно было поразить его и он предал его мучению когда же душа его принесет жертву милостивления он узрит потомство долговечное и воля господня благоуспешно будет исполняться рукою его на подвиг души своей он будет смотреть с довольством через познание его он праведник раб мой оправдает многих и грехи на себе понесет посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был тогда он понес на себе грех многих и за преступником сделался ходатаем знаете что нам нужно это только признать что мы в Египте и просить Бога избавить нас от рабства от авдута тогда он становится для нас сущим тем какому мы имеем нужду освобождающим спасающим избавляющим покрывающим нас Боже помоги нам они нам не гордиться они нам понимают что мы всего лишь люди что наша жизнь на волоске но мы благодарны что ты волосок в твоих руках и ничто не может случиться без тебя хоть нам это сложно понимать мы все же уповаем Господи и просим чтобы наступающий год для нас для наших семей был плодотворен храни нас от зла от сатана от искушения помоги нам проводить жизнь простую прошу тебя Господи я прошу тебя Господи дай нам больше веры написано в одном из обращений твоих к семи общинам в откровении ты немного имеешь силы но ты стоишь возможно это и про нас а может и нет мы хотим чтобы твои чудеса и знамения проявлялись но мы не хотим ничего синтезировать мы хотим быть настоящими помоги нам и мы просим о той четвертой тайне про которую только что читали чтобы спасение и избавление Геула Израиля наступило в наши дни при наших глазах очень хочется это увидеть и чтобы земля это наполнилось познанием Бога таким образом что то что случилось в первом веке когда отсюда вышла благая весть и покрыла землю показалось бы чем-то маленьким чтобы отсюда вышли такие потоки не человеческие разумеется а небесные которые бы смели всякие горы на своем пути как написано в писании о малосильный Израиль я избрал тебя и сделал тебя инструментом в руках моих тобою буду сокрушать горы я благодарю тебя за нашу тигилу за каждого человека потому что каждый из нас это часть этого просветленного прославленного Израиля хоть большинство из нас в это верят с трудом я прошу тебя господь за наших молодых ребят и девчат за наших солдат храни за наших подрастающих девчат и ребят храни их от зла и мира нашему старшему поколению прошу тебя помоги нам стоять в праведности прошу взял стакан вина сказал это есть кровь моя кровь нового завета за многих проливаем во искупление грехов ваших Господь мы не понимаем как это но мы знаем что ты есть тот который дает освобождение искупление мы благодарим тебя Ишуа за то что ты сделал в нашей жизни за то что ты продолжаешь делать в нашей жизни я прошу тебя Божий чтобы ты наполнил силами Господь я прошу тебя чтобы ты помог подняться и двигаться дальше Господь если где-то мы отступили если где-то мы упали Господь или просто отвернулись от тебя обрати нас и обратимся и тебе слава и хвала Баруха и дал нам будущность за то что ты дал свет язычникам и славу и славу Благодарим тебя Господь за то что всю свою жизнь здесь на земле ты вот людям за рекорд которые нам непонятно мы хотим приближиться ибо она велика велика и высока язычникам